Привет, лисперы! Продолжаем наше изучение. Начнём, как всегда, с решения домашних заданий, если их кто-то делал. Мне, во всяком случае, на электронную почту никто ничего не присылал, поэтому, возможно, что меня никто и не слышит. Ну, что поделаешь. Конечно, визуальный контакт был бы лучше. Но будем пользоваться тем, что есть. Давайте откроем список задач, которые давались на прошлом занятии, и рассмотрим их решение. Первая задача. Из числового списка исключить все отрицательные числа. Её можно решить с помощью простой рекурсии, а можно решить с помощью цикла iter. Давайте решим её с помощью цикла iter, потому что рекурсивных решений я вам уже показывал достаточно много. Давайте решим эту задачу удаления отрицательных чисел из списка с помощью циклов. Это можно сделать с помощью разных циклов, но проще всего это сделать как раз с помощью цикла iter. Вот как будет выглядеть решение. Удаляем отрицательные. Del.nec. Назовём эту задачу так. Список LST. Нам нужно позаботиться о локальной переменной, куда мы будем складывать результат. Заранее её заведём. R. И положим в неё mil. Других локальных переменных нам не надо. Все остальные переменные заведёт iter автоматически. Организуем цикл iter for a in lst. И что мы тут делаем? В случае, когда R положительное или равное нулю, то есть больше или равное нулю, мы должны положить этот элемент очередным элементом списка в R. Вот это и сделаем. Для этого применим функцию when, которую мы проходили в прошлый раз. Итак, когда A больше или равна нулю, сохраняем её как элемент списка. Collecting A into R. Так, закрыли when, закрыли iter. Теперь, перед тем, как выйти из лет, мы помним, что результатом функции лет, результатом любой формы в лиспе является, если не оговорено противное, результат последней вычисленной формы. Вот давайте поставим здесь просто R, чтобы R вычислилось. Ну, естественно, будет вычислено значение R, и оно будет возвращено как результат лет. Этот результат лет будет возвращен как результат функции del neg. Закрываем лет, закрываем дифун. Вот наша функция. И теперь давайте её испытаем. 1, 2, минус 4, 2, 0, 6, 0, минус 6. Заводим вот это вычисление, проверим, какой будет результат. Ну, как видите, все отрицательные числа, их у нас 2, минус 4, минус 6, они благополучно отброшены. Вот это и есть решение первой задачи. Вообще решить её можно было бы многими способами. Сегодня мы рассмотрим ещё один способ функциональный решения подобных задач. Это вообще называется фильтрация. То, что мы с вами сейчас сделали, это простая фильтрация списка. Но в сегодняшней лекции мы обобщим фильтрацию до весьма высокой степени общности. Ну, по крайней мере, как пример, у нас всё получилось. Следующая задача. Объединить два упорядоченных списка по возрастанию так, чтобы результат тоже был упорядочен. Давайте это сделаем. Как это сделать? Ну, нужно брать элемент за элементом пары. Один элемент из первого списка, один элемент из второго списка. И сравнивать. И в результат класть тот элемент, который меньше. А второй элемент, второй список, не трогать, оставлять его голову на месте. Вот эту задачу лучше решить рекурсивно. Её решение с помощью рекурсии получится более естественным. Хотя, на самом деле, можно решить её тоже с помощью итерации. Ну, давайте решим эту задачу рекурсивно. Назовём эту функцию merge. Это значит слияние. Ну, и у неё будет два списка, обозначимых S1 и S2. Теперь, раз у нас рекурсия, значит, нужно позаботиться о том, чтобы разорвать рекурсивный цикл, иначе программа у нас зациклится. Тут уместно использовать конструкцию cont. Давайте подумаем. Когда у нас кончится один список, то результат просто будет равен второму списку. Если мы объединяем пустой список с непустым, то результат равен непустому списку. Поэтому пишем так. Если кончился первый, то результат равен второму. Если кончился второй, они могут кончиться одновременно или в разное время. Кончился второй, то результат равен первому. Кстати, если они оба кончатся одновременно, то результат равен пустому, но тут нет противоречий. Здесь всё будет нормально. А в противном случае мы должны проверить, чья голова меньше. Если голова первого списка car s1 оказалась меньше головы второго, то мы кладём голову первого в результат с помощью cons car s1 и присоединяем это к результату применения нашей функции на хвосте s1, а второй список не трогаем. Первый элемент мы пропустили, он меньший, а голову второго списка мы ещё пока не обработали, поэтому s2. Вот так, вот так, вот так. Ну и в противном случае, когда голова первого списка не больше, меньше или равна, то есть больше или равна, не меньше, тут можно поставить t. В этом случае совершенно симметрично ставим cons car s2, car s2, а здесь тоже вызов нашей функции merge на уже s1, а тут kdr s2. Так, 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 cont defund. Ну и давайте потренируемся, посмотрим, как будет работать эта функция. Ну, можно, кстати, исходные данные взять прямо отсюда. Я беру вот это, только вместо task 2 я поставлю merge. Ну и апостроф тут, powerpoint его исказил. Надо поставить правильный апостроф. вот такой и тут merge. Ну, пробуем. Обидимся, что у нас все правильно. Ну вот, у нас список получился упорядоченный. Вот, вот вам решение второй задачи. Ну и, наконец, третья задача для заданного списка построить список всех его делителей, кроме, естественно, одного n, причем в любом порядке. Как же это можно сделать? Тут, наверное, тут эту задачу тоже можно решить с помощью рекурсии, но давайте решим ее с помощью функции iter. Обозначим нашу функцию, которую мы ищем, как list.div, то есть список делителей, dividers, list.div. На вход она принимает только один аргумент, которым мы обозначили n. Целое число. Поскольку у нас будет копиться список, надо подготовить для него место. С помощью конструкции лет мы обозначим его r, положим в него первоначально пустой список, и вот у нас все подготовлено. Теперь дальше. Начинаем. Итерации. В качестве итератора начнем, будем брать последовательность целых чисел. 2, 3, 4. Как вы думаете, до какого числа нужно тянуть эту последовательность? Ну, очевидно, верхняя граница n. Это понятно, потому что делителей числа n больше n не бывает. Но в действительности эту границу можно значительно уточнить. На самом деле достаточно проверить все числа, включая квадратный корень из n, если квадратный корень из n можно точно извлечь. Во всяком случае, имеет смысл проверять числа, только не превышающие квадратного корня из n. Поэтому мы, конечно, можем написать вот так. For a from 2 to и здесь написать квадратный корень из n. Я не говорил вам, как извлекать квадратный корень, но могу сказать sqrt sqrt от n. Ну и дальше делать некоторые действия. Будет ли это хорошо? Вот мне такое решение не очень нравится. Потому что квадратный корень из числа это число с плавающей точкой. И, возможно, итератор будет прибавлять к a единицу с плавающей точкой. У нас произойдет смешение арифметики. Вообще, вот добрый совет, лучше не мешать число с плавающей точкой и число целое. К тому же ведь корень может и не извлечься. Как же нам быть? К счастью, функция итера имеет достаточно возможностей, чтобы эту проблему обойти. Поэтому я предлагаю поступить вот так. Сделать цикл бесконечным. Если вы помните, up front 2 это начиная с 2, потом 3, 4 и так далее. Но из этого цикла нам потом придется выходить явно, но ничего страшного. А внутри цикла мы выполним конструкцию конд, в которой первым делом мы проанализируем, не вышли ли мы за пределы диапазона. если квадрат а уже превышает n, значит диапазон пройден. Квадрат а это а умножить на а и если эта величина уже превышает n, то тогда нам нужно выйти из итер, вернув r. Делаем это так. Return r. Вот у нас условия выхода из бесконечного цикла. Обратите внимание, нам не понадобился квадратный корень и все вычисления у нас остались целыми, что в общем очень хорошо. Идем дальше. Теперь надо проверить очередное число, является ли оно делителем. Как это проверить? Ну, надо взять остаток от n по модулю а и сравнить его с нулем. Если это оказывается, если этот остаток оказывается равным нулю, n, остаток отделения n на а или n по модулю а, если это ноль, то тогда а является очередным делителем и его точно надо положить в r. Вот и положим. Collecting r into collecting a into r. Положили. Но ведь если a является делителем, то тогда мы можем n нацело разделить на a и мы получим другой делитель. Его тоже надо положить. Поэтому, конечно, мы можем написать вот так. Я не сказал вам, но у cont есть такая возможность. Результат может состоять из нескольких форм. Они будут вычисляться последовательно. Поэтому, мы поступим вот так. Collecting. А здесь поставим результат целочисленного деления a на n. Это тоже будет целое число, и его тоже надо положить в r. Into r. Положили. В противном случае мы ничего не делаем. Значит, мы закрываем условия, закрываем cont, и, собственно говоря, мы можем закрыть iter. Если число не является делителем, оно просто пропустится. Закрываем iter, лет, закрываем diff. Я хочу вас предупредить, что у этого кода есть одна мелкая ошибка. Мы сейчас на нее наткнемся. Может быть, и не мелкая. Давайте проверим, как это будет работать. List, div. Ну, проверим это дело, например, на числе 70. Ну-ка, что она нам выдаст? Ой. Ну, просто ошибка. 2, 5, 7, и почему-то нули. А? Ну, кто догадался? Я ошибся. Делить надо не а на н, а н на а. Давайте вернем этот код. Ну, что ж, любая моя ошибка тоже будет служить общему делу. Н надо разделить на а. так. Проверяем на числе 70. Ну, смотрим, как будто бы все хорошо. На 2 делится, да, на 35 тоже делится, на 5 делится и на 14, на 7 и на 10. Ну, вроде как прекрасно. Давайте возьмем какое-нибудь число побольше. Ну, например, 700. Ну, смотрите. Вроде как все делители перечислены на 2. Они, правда, у нас получились неупорядоченными. Можно было бы результат отсортировать, но так или иначе, вроде бы, как все хорошо. Давайте возьмем простое число, у которого нет ни одного делителя. простого числа, я полагаю, список будет пустым. Ну, давайте возьмем простое число. Какое простое число? Ну, 13. Ну, вот вам результат. у 13 нет ни одного делителя, кроме 1 и 13, который мы не берем. Как будто бы все хорошо, но в действительности у этого кода есть одна порочность. Давайте проверим, чтобы вы в этом убедились, давайте попробуем посчитать количество делителей числа 100. Как будто бы все хорошо, но обратите внимание, 10 у нас почему-то попало два раза. Но это и не удивительно. Если мы посмотрим внимательно на код, то когда а будет равно 10, 10 – это делитель 100, поэтому он попадет в число делителей из-за выполнения вот этого действия, но 100 делить на 10 тоже 10, потому что 100 – это точный квадрат, поэтому он попадет и в результате вот этого действия. Нам нужно, чтобы каждый делитель попадал ровно один раз. Поэтому этот код надо поправить. Давайте его поправим, чтобы он был абсолютно правильный. Только не забудем, что здесь я еще и N и A должны быть в правильном порядке. Вот я его переношу сюда, а вот здесь, в этом месте, я проверяю. если мне нужно вычислить N деленное на A и проверить, не входит ли это N деленное на A уже в этот список R. Но такое может быть только в одном случае, когда N является полным квадратом. Поэтому можно поступить вот так в N. когда не равно A умноженное на A когда оно не равно N, то в этом случае результат N деленное на A нужно добавлять. Если же равно, то тогда это условие пропустится. еще нужно добавить одну скобку. Сейчас проверим. Баланс скобок проверяем, все совпадает. И проверяем на сотни. Ну вот, теперь у нас все хорошо. 100 попало один раз. Но если взять какое-то другое число, неточный квадрат, у нас все будет прекрасно. Вот у нас список всех делителей числа 300. вот на этом мы решение домашних задач сегодня завершаем. Все задачи решены, а сегодняшнее занятие у нас будет теоретически весьма напряженным, тяжелым, и поэтому я даже не знаю, наверное, если я вам и дам какое-нибудь задание, то оно будет совсем простым, чтобы вы не перетрудились. Поэтому отсюда мы уходим и переходим к нашей основной теме. Сегодня мы начинаем рассматривать уже, собственно, как таковое функциональное программирование в Лиспе. Это начинаем эту тему с безымянных или анонимных функций. Возможно, если вы умеете программировать, например, на Питоне или на Джаве, сейчас эти конструкции стали появляться во многих языках, и в Джава-скрипте они есть. Возможно, вы имеете представление, что это такое. Давайте рассмотрим, как это выглядит в Лиспе, тем более, что в Лиспе они появились первыми. Вообще, в этом смысле, как я вам уже говорил, Лисп – это предтеча многих современных языков. Вот как выглядит конструкция лямбда или безымянная функция в Лиспе. Как видите, отличие от дифун чисто внешнее. В дифун на этом месте стоит атом дифун, а в безымянной функции стоит просто атом лямбда. Атом лямбда – это такой же атом, как и все прочие, ничего в нем нет особенного. Можно даже переменную назвать лямбда и присваивать ей значение. но вот когда атом стоит на функциональном месте, поведение ядра лиспа сильно меняется. Значит, смотрите, после атома лямбда идет список параметров. Список параметров составляется точно по тем же правилам, по каким он составляется для обычных функций. Поэтому там можно использовать необязательные параметры, можно использовать ключевые параметры, можно использовать, можно делать безымянные функции с неопределенным числом параметров, если вы используете конструкцию REST. Одним словом, разницы нет абсолютно никакой. Потом идет тело функции, то есть одна или более форм, которые при прочих равных условиях вычисляются одна за другой. И результат вычисления последней, по крайней мере хронологически последней, является результатом всей функции, то есть результатом всего вызова. Поэтому внешне лямбда безымянная функция от именованной функции отличается только тем, что в ней атом дифун заменен и имя функции заменены на атом лямбда. Имени функции нет. Давайте посмотрим пример, как это выглядит. и посмотрим, как этим пользоваться. Вот смотрите, обычные функции вызываются так. Мы указываем имя функции, а после нее параметры. А безымянные функции вызываются вот так. Мы записываем на месте имени функции лямбда выражения с необходимыми скобками, а потом перечисляем параметры. Поэтому если на эти два вызова посмотреть очень-очень издали, то это два списка, у которого в одном случае на функциональном месте стоит имя функции, а в другом случае на функциональном, то есть на первом месте стоит лямбда выражение. Вот пример. Смотрите, вот это лямбда выражение, лямбда от x y, тело произведения x на y. Фактически это функция двух аргументов, которая просто их перемножает. Как вы думаете, что будет, если мы вызовем вот эту функцию вот так, с двумя параметрами 7 и 8? Ну, конечно, будет 56. Они перемножатся и всё. Вот другой пример. Здесь безымянная функция имеет два обязательных параметра и один необязательный. Она собирает все свои аргументы просто в список. то есть, короче, ставит их рядом и заключает в объемлющие скобки. И вот мы на вход этой функции даем два атома а и b. Значит, у нас получится список, в котором первый элемент а, второй элемент b, а на третьем элементе будет значение r, поскольку мы никакого значения r по умолчанию не присвоили, будет нил. Получится вот такой немножко чудной список, но он правильный. Поэтому запомните правило. лямбда-выражение может стоять в любом месте, где допустим вызов функции. Лямбда-выражение и функция равноправны. А для чего они нужны, безымянные функции? На самом деле они нужны для многого. Ну, например, для экономии функций именованных. Очень часто бывает ситуация, когда нам нужно выполнить какое-то функциональное действие, и для этого нам пришлось бы создавать именованную функцию для однократного выполнения, для того, чтобы один раз, например, два числа перемножить. Или перемножить их в одном месте, пусть даже несколько раз, но больше эта функция нигде не нужна. Если бы мы создали эту функцию как именованную, она бы, конечно, отработала, код бы работал, но довольно обидно, это бы занимало место оперативной памяти, имена были бы заняты, как сейчас говорят, модно говорить, именованные функции в большом количестве засоряют пространство имен. Анонимные функции отрабатывают и исчезают. Поэтому, хотя бы поэтому, анонимные функции удобны. Но это не единственная причина. Дальше мы разберем и другие. Вот хочется задать вам вопрос, а как вы думаете, безыменная функция может быть рекурсивной? Это очень глубокий вопрос. Казалось бы, не может, потому что рекурсивную функцию мы вызываем по имени, а у безыменной функции нет имени. Но на самом деле не все так просто. Этот вопрос я задаю заранее, ответим мы на него в самом конце нашей сегодняшней лекции. И еще интересный вопрос, а что будет, если лямбда выражения передать ядру листу без параметров? Вы, конечно, можете это проверить и убедиться, что возникает не ошибка, а возникает некий странный объект. Вот эти странные объекты мы сегодня еще, они называются замыканиями, мы сегодня их во второй части нашей лекции тоже разберем. И я перечислил не все причины, для чего нужны безымянные функции. Но чтобы была какая-то интрига, я вам сейчас всего не рассказываю, а мы будем неторопливо изучать сегодняшний материал и в том месте, где об этом будет уместно сказать, я обязательно скажу. Поэтому у нас следующая тема функции высшего порядка. Я вам говорил, что функциональное программирование начинается тогда, когда на функции мы начинаем смотреть, как на обычные объекты, или, как сейчас говорят, объекты первого класса. Функции можно передавать в другие функции, функции можно возвращать из других функций. Кстати, для этого, забегая вперед, для этого и нужны в частности безымянные функции. Они позволяют это оформить. Ну, давайте не будем торопиться и все делать последовательно. Вот. Как я вам и сказал, функциональные языки программирования отличаются от нефункциональных тем, что в них функции являются полноправными значениями. То есть могут передаваться и могут возвращаться как результат. Функция, которая принимает одну или более функций как аргумент, называется функционалом. Вот это термин пришел из математики. Сейчас оно так на русском языке это слово красиво звучит. Его часто употребляют к месту и не к месту. Но в математике у этого понятия есть совершенно четкая область применения и она достаточно близка к тому, чем мы занимаемся. Вот давайте рассмотрим, где могут пригодиться функционалы. Предположим, у нас есть числовой список и нужно все его элементы возвести в квадрат. Ну, конечно, нам с помощью итерации или с помощью рекурсии нет проблем такую функцию написать. Я полагаю, что если вы следили и, может быть, делали упражнение, то вы, конечно, без труда такое напишите. Ну, вот, например, пример функции Q2, которая чисто рекурсивно возводит все элементы в квадрат. Значит, для возведения в квадрат здесь использована функция крышка или экспот. Можно было бы кару умножить само на себя, но так чуть короче. Вот. Значит, мы берем голову списка, возводим ее в квадрат и делаем этот квадрат головой результата, а хвост этого списка есть вызов нашей же функции Q2 на хвосте списка исходного. Ну, при условии, что у нас указана терминальная ветвь, когда список пуст, мы возвращаем нил, все здесь сойдется и процесс закончится. Вот пример вызова, когда мы применяем эту функцию Q2 к списку 1, 2, 3, 4, 5, 6, у нас, естественно, получается список квадратов. И все хорошо. Ну, а теперь, если нам нужно возвести все элементы в куб, что делать? Что делать? Писать новую функцию. А если в четвертую степень? Опять новую функцию. И так для каждого действия. Поэтому было бы хорошо приделать бы к нашей функции функциональный аргумент, который бы был функцией одной переменной и который выполнял бы нужное нам действие над очередным элементом списка. В этом случае функция стала бы общей. Мы бы резко обобщили область применения такой функции. Теперь, если бы нам это удалось, то тогда, а нам это удастся, то тогда мы могли бы применять любые функции к элементу списка. Ну, и строить квадраты, кубы, и нам не пришлось бы переписывать главную функцию. Она была бы одной и той же. Вот она написана функцией АКЮ. К сожалению, не все так гладко, не торопитесь. Давайте посмотрим. Как ее вызывать? Ну, на месте F нужно задавать какое-то функциональное действие. Но теперь мы знаем, что для того, чтобы возвести в квадрат, необязательно создавать функцию, которую возводят в квадрат, а можно поставить безымянную функцию. Вот, например, на этом месте я поставил безымянную функцию лямбда, которая возводит свой аргумент в квадрат. И у нас получатся квадраты, а если нужно возвести в куб, то вот, пожалуйста, получатся кубы. И вообще можно поставить произвольную функцию от одного аргумента, лишь бы она была в состоянии обрабатывать числовые аргументы. И у нас из одного списка получится другой, как казалось бы, все хорошо. Но, к сожалению, вот в эту бочку мёда придётся влить небольшую ложечку дёртя. К сожалению, в Common Lisp нельзя вот так, как написано, применять функциональный аргумент. Для применения функционального аргумента есть специальная функция, она называется функал. Кстати, сколько раз я видел это название, сколько раз я его говорил на лекциях, и вот на одном из лшупов, кажется, это было в 13-м году. У меня был один очень хороший парень, он очень хорошо всё усваивал, потом он даже был, на следующий год он был мастером в другой мастерской, мы с ним опять встретились, вот, и он, увидев это название, сказал, ха, занятная функция, fun call, то есть занятный вызов, ну, можно сказать так, смешной, прикольный вызов. Ну, я думаю, это получилось случайно. Вот, то, что написано внизу, вот это уже совершенно правильно. Мы применяем функциональные действия f к голове списка, и всё будет прекрасно работать. Вот, помните, я вам говорил, что у лиспа есть несколько версий, вот, версии, которые называются схема, никакой fun call не нужен. Вот, в схеме работала бы верхняя, в схеме работала бы верхняя функция, а в common лиспе нижняя. Ну, home лисп ориентируется всё-таки на common лисп, поэтому придётся писать fun call. Вот, ну, повторим, что такое fun call. Fun call это, значит, функция, которая на самом деле принимает неопределённое количество аргументов. Первый аргумент должен быть функциональным. И она его применяет, пытается применить к списку, который составлен из всех остальных аргументов. Ну, понятно, что количество аргументов должно быть правильным. Значит, если первый функциональный аргумент требует одного аргумента, то всего у fun call должно быть два аргумента. Вот, этот функциональный и то, к чему применять. Третий аргумент будет лишний. Это вызовет ошибку. Ну, вот теперь, когда мы поняли, что такое функциональный мы можем испытать нашу функцию. Вот, мы её ещё раз набрали. Вот, мы применяем её с квадратом, получаем список квадратов. Применяем с кубом, получаем список кур. Применяем её с синусом. Я надеюсь, что большинство присутствующих, кто слушает эту лекцию, знает, что такое синус. И мы получаем набор синусов. Вот, это, в этом заключается сила функционального подхода. Кстати, обратите внимание, что синус пришлось квадратировать. Почему? Ну, потому что, если этого не сделать, то ядро лиспа будет считать синус переменной и будет искать переменную синус. А синус это не переменная функция. По крайней мере, переменную синус мы не заводили. Теперь запомните определение, по крайней мере, до конца лекции. Функционал, который применяет функциональный аргумент к задаваемым параметрам называется применяющий. Поэтому наш функкол применяющий функционал. Он первый аргумент применяет к остальным. А вот другой стандартный применяющий функционал лиспо это apply. Что делает apply? Он очень похож на функционал, но одно небольшое отличие. У apply аргументов должно быть два, и второй аргумент это должен быть список. У функционал аргументов может быть сколько угодно, а у apply ровно два, причем второй должен быть списковым. И apply применяет свой аргумент к списку. Вот я внизу, так сказать, на вольном русском языке написал в чем отличие. Разница состоит только в одном. Funcall требует аргументы в рассыпную, а apply требует, чтобы они были собраны в список. Иногда удобен funcall, а иногда удобен apply. Сейчас разберем этот случай. Вот стандартные функции звездочка, плюс, минус и другие, они на самом деле применяют неопределенное число аргументов, то есть у этих функций арность неограничена. И поэтому самое простое решение задачи о сумме элементов или о произведении элементов списка. Это применение просто функционала apply и вообще без рекурсий. То есть решение пишется в одну строчку и оно будет работать очень быстро. Вот посмотрите, я пишу multlist от x, предполагаю, что x это список, и я просто применяю к этому списку чисел функцию умножить. и вот смотрите, я написал список 1, 2, 3, 4, до 13, применяю к нему функцию multlist и получаю 13 факториал в одно действие. Я мог бы написать функцию sumlist, которая применяет плюс. Никаких аккумуляторов, никаких накопителей, никакой рекурсии, никаких итераций. Все делается в одно действие. Ну, это просто случайность, но тем не менее это удобная возможность лиспа и грех ей не воспользоваться. Мы с вами рассмотрели безымянные функции и рассмотрели два классических применяющих функционала. Это не все функционалы, которые есть в лиспе, гораздо больше других функционалов, так называемых отображающих. Но этим мы займемся в следующей части. А сейчас пора прерваться и отдохнуть.